В Центральном банке и Министерстве финансов завершают разработку пакета законопроектов, которые введут новый вид пенсии, дополняющий обязательную страховую. По словам финансового омбудсмена, экс-советника главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрия Воронина, негосударственная пенсия будет формироваться как индивидуальный пенсионный капитал и станет заменой сегодняшней системы пенсионных накоплений. Главным отличием новой накопительной системы от нынешней заключается в том, что индивидуальный пенсионный капитал станет собственностью работника. Его, во-первых, возможно использовать на лечение тяжелых заболеваний, во-вторых, средства могут наследоваться. В первом случае ПК можно будет потратить на оплату счетов, выставленных медицинской организацией. Минздрав, в свою очередь составит список угрожающих жизни заболеваний, лечение которых сможет покрыть ИПК, что касается наследования, то остаток недополученных средств в случае смерти пенсионера целиком остается наследником. Однако Воронин подчеркнул, что россиян с низкой зарплатой в новую систему включать не будут. По его словам, граждане смогут участвовать в системе по своему усмотрению. При этом высокооплачиваемые работники будут включены в систему ИПК автоматически, но смогут добровольно выйти из нее. В прошлом году пенсионный возраст был повышен на пять лет. После десятилетнего переходного периода женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. государство предложило людям предпенсионного возраста программу бесплатного профессионального обучения. Благодаря ей повысить свою квалификацию смогут около 450 тысяч пожилых россиян.